Здравствуйте! О наиболее значимых событиях из жизни города и области расскажу вам я, Дарья Родионова. В деле об убийстве Григорьева вынесен вердикт. В Саратовском областном суде присяжные вынесли обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве прокурора Саратовской области Евгения Григорьева. Присяжные признали троих подсудимых Букинбая Казиева, Марата Казакова и Александра Панченко, виновными по всем пунктам обвинения, кроме приобретения ими пистолета, из которого и был застрелен прокурор. Сегодня должны начаться слушания по вердикту. Вдова и дочь убитого подали гражданский иск к подсудимым о возмещении морального вреда на 30 миллионов рублей. Дом молодых ученых. Так называют жилой дом, который построили специально для преподавателей классического университета. Он находится на пересечении улиц Горького и Рабочая. Сейчас там заселили почти все квартиры. Это беспрецедентный для саратовского региона проект. Претендентов на бесплатно отремонтированные квартиры со всеми условиями отбирали по определенным критериям. Молодость, желание работать в УЗИ и отсутствие собственного жилья. В итоге в дом молодых ученых расселили почти 300 человек. Саратов готовит к отопительному сезону даже слишком быстрыми темпами. Во всяком случае, по сравнению с прошлым годом. Об этом заявили чиновники городской администрации. На прочность уже проверили почти все котельные и установили почти все приборы учета тепла, чтобы жители не переплачивали за корректировки. В этом году власти решили поэкспериментировать с установкой новых, более мобильных и экономичных котельных. Одну из таких возвели в Кировском районе, где старый аппарат переработал все возможные сроки. У подростка изъяли автомат Калашникова. Кировский районный суд вынес приговор по делу несовершеннолетнего преступника. Как рассказал сам осужденный, он гулял в поселке Солнечный, случайно нашел автомат Калашникова и 40 боевых патронов на земле между двумя гаражами. 17-летний подросток попытался продать оружие за 30 тысяч рублей, однако его задержали оперативные сотрудники. Наказание виновному назначили с учетом его положительной характеристики, а также того, что к уголовной ответственности ранее он не привлекался и свое вино полностью признал. Старое дерево не выдержало сильного ветра. В заводском районе на улице Азина на проезжую часть упал тополь, длина которого около 20 метров. Дерево перегородило две полосы движений и трамвайные пути. Администрация Волжского района продолжает организовывать мероприятия по благоустройству памятных мест. Накануне чистоту наводили в парке Победы. Более 200 студентов и школьников собрали мусор и опавшие листья. Чиновники районной администрации для детей организовали питание, кофе и горячие пирожки только добавили энтузиазма. Подобные акции теперь будут проходить регулярно. В следующий четверг подростки уберут сквер у памятника Чернышевскому. Как утверждают организаторы мероприятия, для участников это не только труд, но и возможность еще раз увидеть исторические места города. Еще не распрощалась с летом известная саратовская художница Елена Мальцева. К ее 60-летнему юбилею в выставочном зале Союза художников собрали работы на тему яркого сочного и самого жаркого времени года. Выставка так и называется «Долгожданное лето». Елена Мальцева уже 20 лет участник Хвалынского движения. Выезжает на пленэры в Саратовскую область. У нее свое тонкое позитивное восприятие природы. Еще одна излюбленная тема художницы – город. Все картины Елены Мальцевой отличаются эмоциональностью, ярким колоритом и размытыми линиями. Увидеть неповторимые живописные работы жители и гости города смогут до конца недели. Коммунисты сорвали заседание городской думы. Шесть членов фракции КПРФ покинули зал собраний в знак протеста во время обсуждения очередного вопроса – повышения тарифов на проезд в городском электротранспорте. Напомню, стоимость проезда планировалось увеличить с 7 до 10 рублей. Коммунисты потребовали снять вопрос с повестки дня, но получили отказ. Из-за их ухода заседание пришлось остановить, так как не хватало кворума. 24 тысячи человек. Именно столько уже поклонилось мощам Святой Матроны Московской, которая сейчас находится в Свято-Тройском соборе. Напомню, ковчег с мощами доставили в Саратов прошедшую субботу. Святыню доставили из Новомосковского Свято-Успенского мужского монастыря Тульской епархии. Мощи пробудут в городе до 4 октября. Детский праздник с размахом. В Театре драмы состоялся второй фестиваль дошкольной академии ТОП-ТОП. Для детей организаторы подготовили массу сюрпризов и конкурсов. Малышам разрешалось делать все, даже кричать и топать ногами. День рождения ТОПа не случайно отметили с таким размахом. Он совпал еще с одним праздником – с Днем воспитателя и дошкольного работника. Это люди, которые занимаются с малышами с самых ранних лет. Ведь именно в таком возрасте детям открывается мир познаний и открытий. И воспитатель – это тот, кто старается сделать этот мир ярче, интереснее и счастливее. Такие фестивали организаторы хотят сделать традиционными. На этом у меня все. Продолжайте следить за жизнью Саратовой области вместе с Форпост ТВ. И не забывайте, мы обновляем выпуски каждые два часа.